Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте, в студии Виктория Царева. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На заседании Высшего совета прокурора в пятницу не стали рассматривать запрос генерального прокурора об изменении структуры антикоррупционной прокуратуры. Этот пункт убрали из повестки дня по запросу заместителя генпрокурора Серджио Руссо. Что касается третьего пункта – изменения структуры антикоррупционной прокуратуры. Утром было зарегистрировано обращение заместителя генерального прокурора Серджио Руссо, в котором он попросил перенести обсуждение этого вопроса на другую дату. Причина – иные заседания, которые он не смог перенести. Автор этого запроса генпрокурор также не может участвовать на сегодняшнем заседании, чтобы обосновать свой запрос, поскольку находится на рабочем выезде. Предполагается перенести обсуждение этого пункта на другое заседание. Когда именно будут рассматривать запрос генпрокурора Иона Мунтиану по изменениям структуры антикоррупционной прокуратуры, в Высшем совете прокуроров пока не сообщили. Напомним, что 11 ноября после заседания Высшего совета безопасности президент Майя Сандо подвергла резкой критике деятельность антикоррупционной прокуратуры. В ответ учреждение выступило с заявлением, в котором приветствовало выводы Высшего совета безопасности, но пожаловалось на нехватку персонала и бюджета. Всю неделю тема перестановок в правительстве остается одной из самых обсуждаемых в молдавском обществе. Дискуссии на этот счет проводятся также в телевизионных студиях с участием депутатов как от правящей партии, так и от оппозиции. По словам депутата-социалиста Адриана Албу, перестановки в правительстве, о которых объявят на следующей неделе, основаны на опасениях правящей партии получить плохой результат на парламентских выборах. Они боятся получить неприятный результат на парламентских выборах, поэтому выбрали меньшее зло и внесут некоторые изменения. Я думаю, что это плохая стратегия по нескольким причинам. Общество обвиняет не отдельных министров, а целиком партию действий «Солидарность» за то, что они сотворили в этом государстве, и как они вели себя с гражданами, политическими оппонентами и остальными. Албу также отметил, что было бы целесообразно, чтобы в отставку ушел премьер, а следом за ним и все правительство, а не только лишь несколько министров. Этот шаг либо отчаянный, либо очень плохой. Почему эти министры? В правительстве говорят, что у них замечательные результаты, поэтому, зная, что ожидается помощь, обещанная Урсулой фон дер Лейн, они должны заниматься делом, чтобы показать результаты. В свою очередь, председатель платформы «Достоинства и правда» считает произведенной. Таким образом, кадровые перестановки ошибкой. Любой министерский портфель должен обсуждаться с обществом, с профессиональными гильдиями, с людьми, которые работают в системе и с людьми, которых коснутся определенные решения. На данный момент у нас есть некая секретность, вокруг которой происходит очень много спекуляций. Уровень ожиданий со стороны общества вырос на основе обещаний и Майсанду, и премьер-министра, якобы будет изменено отношение, произведены перестановки, и мы станем жить лучше. При этом политик признает, что некоторые министры заслуживают своего места. Я думаю, что Дан Перчун в Министерстве образования находится на правильном месте. Не могу сказать ничего плохого о руководителе Министерства финансов. На днях наблюдал за ее постами в соцсетях. Но есть области, которые нуждаются в улучшении. В свою очередь депутат ПДС Раду Мариан заявил, что власти чувствуют пульс общества, поэтому перестановки столь необходимы. Народный избранник подчеркнул, что в настоящее время самой большой проблемой в стране является сфера правосудия. Война, энергетический шантаж, пандемия, кризис беженцев. Несмотря на эти проблемы, нам удалось продвинуться во многих областях, в том числе в евроинтеграции, инфраструктуре, социальных реформах. То есть всегда идет процесс оценки. Это происходит и сейчас, тем более после президентских выборов. Думаю, у нас есть проблемы, которые происходят на уровне судебных инстанций, прокуроров. Разумеется, что после этих выборов мы можем провести некий анализ. У нас уже были дискуссии. Разумеется, я не могу сказать детали и сделать заявление. Это естественный процесс, который происходит в демократии, чтобы делать определенные перестановки, приходить с определенными объявлениями. Напомним, что после ухода Андрея Спына с поста министра инфраструктуры и регионального развития в правительстве произойдут некоторые перестановки. Объявить о них обещали сделать в среду, но затем перенесли на понедельник. Столичный мэр Ион Чабан обвинил правление в использовании схем в области образования. Он утверждает, что преподаватели в муниципе Кишинев могут остаться без зарплаты премии. Заявления прозвучали в ходе пресс-конференции. В проекте решения, который мы видим на сайте Минфина и который на следующей неделе поступит в правительство, указывается, что на муниципе Кишинев выделено всего 36 миллионов леев. Согласно Трудовому кодексу, Кодексу об образовании и другим нормативным актам и законам, зарплата учителей в обязательном порядке выплачивается государством. Мэрии должны перечислить 200 миллионов, но выделили лишь 36 миллионов. То есть, на конец года не хватает 165 миллионов леев. Что бы это значило? Это будет означать, что педагоги из 167 учебных заведений Кишинева могут остаться без зарплаты премии за декабрь 2024 года. Чубан также заявил, что намерен разослать обращения послам, правительству и ответственным министерствам. В ответ министр образования и исследований Дан Перчун написал в соцсетях, что мэр Кишинева делает спекулятивные заявления. Отмечу, что все обязательства по заработной плате перед работниками системы образования будут соблюдаться. На ближайшем заседании правительства мы одобрим корректировку государственного бюджета, которое предусматривает выделение дополнительных финансовых ресурсов всем органам местного публичного управления. Процедура исправления является стандартной и проводится ежегодно. Муниципалитет Кишинева получит сумму в 39 миллионов леев, достаточную для выполнения всех финансовых обязательств до конца текущего года. Я призываю мэра не вводить людей в заблуждение, обеспечить хорошее управление муниципалитетом и вовремя подготовить бюджет на 2025 год, чтобы не оставить жителей Кишинева без бюджета до августа, как в текущем году. Эмоциональный назвал реакцию исключенных из ПДС советников народный избранник Виталий Жакот. Он прокомментировал для нашего телеканала обвинения местных депутатов Резинского районного совета. Жакот заявил, что эти советники регулярно, публично нападают на других членов ПДС из Резины и провоцируют конфликтные ситуации. Это эмоциональные реакции людей, которые отказываются принять последствия своих действий. Было решено лишить политической поддержки пятерых депутатов районного совета, избранных по спискам ПДС, и исключить их из партии за действия, несовместимые с уставом. Эти люди регулярно, публично нападали на других членов ПДС в Резине и таким образом создавали конфликтную ситуацию, которая сказывалась на деятельности территориальной организации. ПДС в Резине всегда выступала за справедливость и взаимное уважение внутри коллектива и не допустит подобных случаев. Напомним, что в среду, 13 ноября, депутат ПДС Виталий Жакот заявил, что пятерых советников Резинского райсовета исключили из партии. Тогда народный избранник уточнил, что решение приняли в постоянном бюро ПДС. Причина заключается в том, что советники допустили ряд несоответствий и пренебрегли некоторыми принципами и ценностями, которые являются основой деятельности партии. Согласно решению Национального постоянного бюро ПДС от 12 ноября 2024 года, районные советники Сергей Багрин, Вячеслав Курикеру, Геннадий Жасану, Алена Куйбан и Степани Дадруцци лишены политической поддержки от ПДС в Резинском районном совете, а также членства в партии. Таким образом, фракция ПДС в Резинском районном совете прекращает свое существование, а выдвинутые лица больше не могут представлять партию и не могут действовать и высказываться от ее имени. Однако все пятеро остаются при своих постах. Парламентарий уточнил, что закон не предусматривает отзыва мандата в случае утрата советникам политической поддержки партии, по спискам которой его избрали. Правоохранители, которые обеспечивали порядок в зоне безопасности, в день второго тура президентских выборов, реагировали на поступившие сигналы согласно протоколам. Об этом молдавская делегация проинформировала участников на заседании Объединенной контрольной комиссии в четверг, когда комментировала скопление машин на мосту в Резине и очереди в Варнице. Напомним, что 3 ноября в публичном пространстве появились видео с очередью из машин на мосту между Рыбницей и Резиной и очередью из избирателей на участках в селе Варнице. Ряд молдавских оппозиционных партий назвали это препятствованием голосованию. Естественно, были те, кто хотел проголосовать, выразить свое мнение на прошедших в Молдове выборах. Мы только приветствуем такие устремления. А такие инциденты, как закрытие мостов на Молдоприднестровской границе в день голосования, минирование здания в селе Варнице, где было расположено несколько избирательных участков и тому подобное, вызывают недоумение. Действительно сложилось объективное впечатление, что кто-то в Молдове испугался мнения граждан, живущих в Приднестровском регионе. Тем не менее, с задержкой в одну неделю, в четверг, 13 ноября, в Бендерах состоялось заседание ОКК. Молдавская делегация обозначила свою позицию на этот счет. Делегация Республики Молдова отметила, что в населенных пунктах зоны безопасности, где были открыты избирательные участки, меры общественного порядка во время выборов обеспечивались территориальными подразделениями Генерального инспектората полиции. На сигналы тревоги, полученные 3 ноября текущего года, учреждения отреагировали согласно утвержденным протоколам и сочли их ложными. Таким образом, вмешательство дополнительных сил на местах не потребовалось. Также в ходе заседания в Бендерах был представлен новый старший военный начальник военного контингента миротворческих сил Республики Молдова, полковник Дмитрий Сыли. В этом отопительном сезоне жители страны получат компенсации в форме денежной выплаты. Парламент проголосовал за соответствующий законопроект в двух чтениях, хотя депутаты от фракции БКС предлагали заслушать по этому поводу премьер-министра Дарина Ричана. На выплаты государство потратит более 1 миллиарда леев. Проект имеет приоритетное значение и отвечает общественным интересам, обеспечивая социальные меры, которые связаны с предоставлением компенсаций уязвимой категории потребителей энергии. Законопроект получил положительное заключение, хотя в начале заседания оппозиционные депутаты потребовали заслушать премьер-министра Дарина Ричана, чтобы узнать все подробности о механизме предоставления компенсаций. Однако это предложение не было принято и проект одобрали во втором чтении. Люди ждут поддержки от правительства, люди ждут поддержки от государства с учетом все более понижающегося жизненного уровня и более низких доходов. Сейчас в парламенте рассматривается проект закона о компенсациях. К сожалению, он вызывает больше вопросов, много больше вопросов, чем ответов по этому поводу. Поэтому, уважаемые коллеги, просим поддержать, пригласить в парламент господина премьер-министра Ричана, что он более-менее стабильный, с министрами непонятная ситуация, для того, чтобы мы здесь на месте детально разобрались по этому проекту. Уважаемые коллеги из оппозиции, возможно, в прошлую пятницу у вас была другая повестка, но на пленарном заседании мы обсуждали этот законопроект о фонде снижения энергетической уязвимости. Законодательная инициатива по внесению поправок в закон о фонде снижения энергетической уязвимости принадлежит группе депутатов от фракции ПДС. За нее во втором чтении проголосовал 71 народный избранник. Изменения вступят в силу с момента публикации в официальном мониторе. Затем в течение трех месяцев правительство приведет законодательные акты в соответствии с принятыми положениями. Также в пятницу в начале пленарного заседания депутаты почтили минутой молчания о память жертв российских атак в Украине. Спикер Игорь Гроссу отметил, что 19 ноября исполняется тысячи дней с начала войны в соседней стране. Глава Молдова ГАЗ рассказала о непростой ситуации с поставками газа на фоне возможного прекращения транзита из России через Украину с 1 января следующего года. В интервью экономическому обозревателю Логос Пресс Вадим Чабан заявил о большой уверенности в том, что Молдова проведет эту зиму без особых волнений. Это касается в первую очередь правобережья. Вадим Чабан выразил надежду на продолжение транзита газа через Украину, даже если не будет нового контракта между Газпромом и Нафтогазом. В этом случае, скорее всего, может измениться схема оплаты транзита. Контракты будут заключать европейские трейдеры и оператор газотранспортной системы Украины с оплатой топлива на границе России. Кроме того, уже одобрены альтернативные маршруты поставок. Прежде всего, это трансбалканский коридор – самый реальный и выгодный вариант после транзита через Украину, говорит Вадим Чабан. Но тут есть несколько моментов, которые надо учитывать. Для этого маршрута газ идет через турецкий поток, который, по нашей информации, полностью законтрактован на весь предстоящий зимний период. Придется искать дополнительные возможности. И второй момент – ограниченные возможности транспортировки на границе Турции и Болгарии, которые могут возникнуть в зимний период. Есть возможности поставок из Европы через Украину. Однако и здесь есть не самые благоприятные для нас аспекты. Ключевой из них – и газ, и логистика заметно дороже. Кроме того, объемы возможных поставок по этому маршруту тоже ограничены, а риски довольно высоки. По словам Вадима Чабана, дополнительную уверенность компании придают создаваемые запасы газа для поставок потребителям в период пикового спроса. Компания «Молдовогаз» уже закупила 120 миллионов кубометров. Это без учета уже законтрактованных объемов по твердому графику. На ноябрь, декабрь и часть января. Они хранятся у трейдеров. В разгар подготовки к зиме дрова пользуются большим спросом. Чиновники утверждают, что запасов достаточно для покрытия потребностей граждан страны. Они также отметили, что цены на древесину выросли на 5-10% по сравнению с прошлым годом. И пояснили, что это зависит не только от породы деревьев, но и от регионов, в котором продают дрова. В интервью для общественной радиостанции директор агентства Молдсилова Виктор Дурбал рассказал, что такие крепкие породы, как дуб, ясень, акация, граб, вишня, вязь, обходятся покупателям примерно в 750-1250 лев за кубометр. Дешевле стоят мягкие породы, такие как тополь, ива, липа, сосна, ель, пихта. Расценки колеблются в пределах 370-750 лев за кубометр. На данный момент имеющиеся запасы древесины составляют более 91 тысячи кубометров. Мы призываем людей приходить и покупать. До конца года ожидается еще 100 тысяч кубометров. Этих объемов достаточно, чтобы покрыть потребности населения в отапливании домов этой зимой. Также глава Молдсилова призвал граждан не обманываться с завышенными ценами на свободном рынке. Что касается цен, которые мы видим на открытом рынке, мы часто удивляемся, потому что кто-то все еще занимается прибыльным бизнесом, продавая древесину. Мы призываем всех граждан обращаться непосредственно в лесхозы. Чиновник отметил, что в период с 1 января по 31 марта 2025 года ожидается заготовка еще примерно 100 тысяч кубометров дров. Министерство финансов призывает граждан принять участие в информационной сессии, посвященной налоговой и таможенной политике 2025. Толкование, механизмы и процедуры внедрения. Об этом сообщила глава ведомства Виктория Белаус в видеоролике, размещенном в социальных сетях. Уважаемые налогоплательщики, Министерство финансов начинает информационную сессию по налоговым и таможенным изменениям на 2025 год. 19 ноября 2024 года состоится первая сессия, посвященная изменениям НДС и акцизов. Приглашаем вас посетить мероприятие в физическом или онлайн формате. Министерство финансов организует мероприятие в партнерстве с миссией Верховных Советников Европейского Союза, журналом «Монитору фискал» и «Государственной налоговой службой». В столице открылся Центр мониторинга дорожного движения. Его создали с целью оптимизировать дорожное движение, повысить безопасность на дорогах и определить решения для улучшения транспортной системы в муниципе Кишинев. Инициатива является частью проекта, который финансируется Европейским Союзом. Реализацию взяла на себя мэрия Кишинева. Новый центр поможет повысить эффективность общественного транспорта за счет смены приоритетности светофоров и сокращения задержек. Ожидается, что улучшится положение дел с безопасностью дорожного движения, поскольку водители будут оперативно получать информацию об условиях дорожного движения, работах на дороге и других факторах, которые могут повлиять на поездку. Для нас очень важно, чтобы Кишинев стал примером такого муниципия, где все необходимое есть в 15 минутах езды от дома. Городская инфраструктура позволяет этого достичь. Этот центр мониторинга дорожного движения является еще одним этапом, на котором мы стремимся вместе со всеми вовлеченными сторонами найти лучшие решения для Кишинева, его жителей и гостей столицы. На открытии центра присутствовал посол Евросоюза в Молдове Янис Мажейкс. Он отметил, что центр мониторинга дорожного движения будет собирать и анализировать данные из различных источников, например, скамер наблюдения полиции. Скамер, который установил сам центр, будет учитываться информация от системы мониторинга, общественного транспорта и из других открытых источников. Центр мониторинга дорожного движения – это не только технологическая инновация, но и доказательство того факта, что Евросоюз придерживается взятого обязательства обеспечить лучшее качество жизни для граждан Молдовы. Предоставляя обновленные данные и анализ в режиме реального времени, этот центр поможет снизить интенсивность дорожного движения, повысить его безопасность и способствовать более эффективному принятию решений. Создание и оснащение центра мониторинга дорожного движения является частью проекта «Мовит Лайк Люблин», финансирование для которого предоставляет Евросоюз, а реализует столичная мэрия. Общий бюджет проекта составляет 3,5 млн евро. Правоохранители раскрыли очередную преступную схему. Со строительной площадки пропало 770 тонн гравия, которые в прошлом году должны были использовать для ремонта участка дороги в Кагуле. Полиция провела несколько обысков в компании по торговле гравиям, а также в офисах ее руководства. Обыски провели сотрудники прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам совместно с сотрудниками Кагульского филиала Национального следственного инспектората. Они изъяли бухгалтерские документы, черновики, выписки из электронных носителей, мобильные телефоны и другие предметы, которые могут послужить доказательствами. Ответственные за строительство лица сообщили руководству акционерного общества о дороге Кагула, что часть предусмотренного в проекте гравия стоимостью более 370 тысяч леев фактически отсутствовала в конструкции основания дороги, которая соединяет села Фрумушика и Борчак Кагульского района. При этом дорогу ввели в эксплуатацию осенью 2023 года, а в техническую документацию и бухгалтерские документы, включая закупку этих 770 тонн экономического агента, были внесены искаженные данные. В дууме 2023 драма был сдан в эксплуатацию. Согласно законодательству, до вынесения окончательного приговора, фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности. Стало известно и о другом расследовании его ведут сотрудники Национального антикорупционного центра. Они сообщили, что в подкупе избирателей подозреваются жительницы Дубасарии век Криулянского района. Она якобы предлагала товары, чтобы граждане проголосовали за нужного кандидата. Сотрудники НАЦ перехватили телефонные переговоры и опубликовали фрагменты. Сотрудники НАЦ перехватили. 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 Как сообщили в НАЦ, женщина проходит по делу, как подозреваемая находится на свободе под следствием. Отметим, что лицам, которые подкупают избирателей, чтобы повлиять на результат голосования, грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере более 50 тысяч леев. Правоохранители могут арестовать имущество нарушителя закона, чтобы возместить ущерб. Решение об оправдании мужчины, который не задекларировал на таможне 550 тысяч евро, будет обжаловано. Ходатайство в апелляционную палату Кишинева намерено подать прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Оправдательный приговор мужчине, который прибыл в Молдову из Румынии через таможню скулены в 2023 году, вынес Кишиневский суд сектора Буйканы. Государственные обвинители считают, что 13 ноября суд неверно рассмотрел и оценил фактические обстоятельства и доказательства по этому делу о контрабанде. Поэтому прокуроры намерены оспорить решение в апелляционной палате Кишинева. Напомним, как заявили прокуроры по борьбе с оргпреступностью, особым делам и таможенная служба. 60-летний мужчина, прибыл в страну рано утром за рулем элитного автомобиля и сообщил таможенным инспекторам, что хочет вернуться в Молдову, чтобы навестить свою мать и декларировать ему нечего. Однако таможенники проверили автомобиль и обнаружили в багажнике чемодан. В одном из отделений находилась одежда, а под защитной тканью сумма в 550 тысяч евро, которую он не задекларировал. Согласно Уголовному кодексу, контрабанда, совершенная при таких обстоятельствах, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 10 лет. До вынесения окончательного приговора на обвиняемого распространяется презумпция невиновности. Правительство Молдовы одобрило начало переговоров с Кувейтом по соглашению в сфере авиаперевозок. Документ направлен на установление двусторонних отношений в авиационной сфере и регулирование основных принципов работы авиасообщения между странами. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Специальная комиссия под руководством премьер-министра Дарина Рычан определила лауреатов национальной премии 2024 года. В Кабмине рассмотрели заявки 24 кандидатов, представивших свои достижения в искусстве, науке, литературе, культуре, медицине и спорте. Список лауреатов обнародуют после его утверждения на заседании правительства. Отметим, ежегодно Кабмин присуждает до 10 премий. Лауреатам вручают дипломы, медали и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч леев. Государственная администрация дорог сообщает о масштабных работах по нанесению дорожной разметки и строительству тротуара в рамках программы на 2024 год. Мероприятия направлены на улучшение безопасности и видимости для участников дорожного движения по всей стране. Проект финансируется из средств Дорожного фонда и разделен на шесть сегментов, которые охватывают ключевые участки дорог. В Штефанводском районе возле села Чубурчио произошла авария со смертельным исходом. По предварительным данным, поздно вечером 14 ноября 29-летний водитель автомобиля выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом, которым управлял 61-летний мужчина. Автовладелец погиб на месте, а водитель микроавтобуса и четыре пассажира иностранца были госпитализированы с травмами. Полиция выясняет все обстоятельства аварии. В центре столицы прошла акция в рамках компании «Дженерация Педурий». Ее цель – привлечь как можно больше жителей Молдовы к озеленению страны и высадке деревьев. Сотрудники полиции и министр окружающей среды Серджио Лазаренко дарили водителям саженцы дуба и призывали их принимать участие в национальной кампании по лесовосстановлению. Бензин дешевеет, а дизельное топливо дорожает. Национальное агентство по регулированию в энергетике объявило новые цены на горючее, которые будут действовать в выходные и понедельник. Литр дизельного топлива обойдется водителям в 19 лев 84 бана, что на 2 бана больше, чем в пятницу. Такой же объем бензина будет стоить 22 ле 78 банов, что на 2 бана меньше, чем сегодня. Напомним, что цены на основные виды топлива регулируют в зависимости от котировок на бирже. Беженцы из Украины, люди с особыми потребностями и рядовые граждане начали посещать бесплатные курсы бухгалтерского и финансового учета в столице. Их проводят в рамках проекта с общим названием «Инклюзивность и разнообразие социальной интеграции через образование и культурные мероприятия». Сергею 50 лет и он утверждает, что возраст в паспорте не должен быть препятствием для получения новых знаний. «Возраст не имеет значения для обучения никогда не поздно, ни в 50, ни в 40, ни в 30, ни в 20, и ни в 60, и ни в 70. То есть, если у человека есть желание что-то постигать новое, тогда он к этому идет и что-то он узнает. То есть, это некое движение, а движение – это жизнь. Я хочу, может быть, как-то свое будущее связать с бухгалтерией». Для Марины, которая бежала от войны, курс – это новый шанс начать дело, которое ей не удалось запустить дома. «Нам очень нужны эти курсы, так как не только отвлечься от войны, а саморазвиваться. И так как курс, который 1С, очень нужен. Я много здесь узнала, много узнала о Молдове». У нас партнеры, также агентство по трудоустройству, национальное агентство по трудоустройству. Сегодня проходит курс по обучению финансовой грамотности и ввод данных в 1С-бухгалтерию. Очень много желающих оказалось. Цель курса была ознакомить людей именно с профессией бухгалтерского учета, товароведения, чтобы люди поняли, если им есть смысл вкладывать в высшее образование и идти в этом направлении. Конечно, за 40 часов высшее образование мы не смогли дать, но общий обзор получили все. Более того, многие, кто уже работает на должности помощника-бухгалтера, сказали нам, что для них открылись очень новые грани, новые возможности. Проект внедряет ассоциация ТАУР по инициативе швейцарской организации ХЭКС ЭПЕР «Молдова» при финансовой поддержке швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству. Партнерами проекта являются Министерство труда и социальной защиты и Национальное агентство занятости населения. Курсы бухгалтерского учета проводятся трижды в неделю. Их преподают местные специалисты в области экономики. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. В столице проходит 26-я международная книжная ярмарка для детей и юношества. Мероприятие организовала Национальная секция Международного Совета по книгам для детей и юношества. Финансовую поддержку предоставили Министерство культуры, публичные библиотеки и другие учреждения. Ярмарка действует в Центральном павильоне выставочного центра Молдэкспо с 14 по 17 ноября. Дети, подростки, их родители, а также учителя могут пролистать и приобрести художественные научно-популярные книги на румынском и других языках. От более чем 50 издательств нашей страны и из-за рубежа. В рамках салона представлено около 50 книг, пройдут встречи с писателями, автограф-сессии, мастер-классы художественного чтения, поэтические чтения и выставка книжных иллюстраций. Открывать книгу – огромное удовольствие. Одно дело видеть текст на мониторе, а другое – листать книгу, держать в руках. И дети до сих пор неплохо читают книги. Это показывает статистика по всему миру. Не стоит бояться, что наступит эпоха цифровизации. Будет и то, и другое. Директор одного из издательств, вроде Каплугару, рассказала, что ярмарку организовали с целью показать детям и молодежи, насколько важно чтение книги в целом. Когда мы читаем книгу, мы мечтаем через иллюстрации, через сообщения, которые открываем для себя, через информацию, которую мы узнаем. И все это очень интересно, это стимулирует любопытство. Те, кто читает книги, любят это дело, потому что чтение отличается от видеоигр. И ярмарка детской книги в Кишиневе показывает, насколько прекрасен и интересен мир книг, и мы с любовью ждем «Здесь детей». Международная книжная ярмарка для детей и юношества завершится церемонией награждения. Она состоится 17 ноября. В результате налета российских ударных беспилотников на Одессу, по последним данным, погибла женщина. Еще 10 человек пострадали. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Геннадий Труханов. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщает, что в ходе налета и его отражения повреждены жилые дома, церковь и автомобили, в некоторых местах вспыхнули пожары. Одесские телеграм-каналы сообщили минимум о четырех сильных взрывах и пожарах в нескольких местах в городе. По словам Кипера, в результате атаки разрушен многоквартирный жилой дом в центре Одессы, произошло возгорание квартир, повреждены многоэтажки, около трех десятков легковых автомобилей, возник пожар на территории общественного заведения и двухэтажного дома. Кроме того, поврежден магистральный трубопровод центрального отопления. Поврежденная ветка теплосети отапливала 220 многоквартирных жилых домов, семь детских садов и четыре школы. Котельная также обслуживала один из роддомов Одессы. Сейчас там находятся 28 рожениц и 22 младенца. В заведении есть кондиционеры, обогреватели, мощный генератор и достаточный запас топлива, добавил Кипер. Министерство обороны России в свою очередь заявило, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник. Из них 36 в Краснодарском крае, 10 над акваторией Азовского моря, 3 в Крыму, 2 в Белгородской области. В Генштабе Вооруженных сил Украины атаку дронов на Краснодарский край не комментировали. Депутаты Европарламента приняли резолюцию, направленную на ограничение возможности России экспортировать сырую нефть с помощью устаревших судов и таким образом избегать санкций ЕС из стран Большой Семерки. Парламентарии призывают 27 государств-членов усилить контроль и инспекции с использованием беспилотников и спутников. Все суда, плавающие в европейских водах без известной страховки, должны быть наказаны, говорится в тексте резолюции. Москва использует флот «Призрак», чтобы обойти западные санкции и экспортировать свою нефть, сообщает Евроньюз. Поэтому в резолюции, принятой в четверг, Европарламент призывает руководство Евросоюза принять меры против этих, часто ветких и трудно отслеживаемых судов, которые проходят через европейские воды. Около 600 судов этого так называемого «теневого флота» действуют в основном в Балтийском и Черноморях. И вот почему они там находятся. Это для обхода санкций и ценового лимита, который был введен на нефть и газ. И Россия придумала такой способ обойти эти проблемы. Этот флот позволяет обойти санкции Евросоюза и Большой Семерки, введенные в 2022 году и предусматривающие ограничения на уровне 60 долларов за баррель. Благодаря этим «теневым» судам Россия может экспортировать 70% своей нефти по морю. Чтобы уйти от радаров, российская нефть перегружается на различные суда в открытом море, которые при этом также выключают систему геолокации. Все эти уловки увеличивают риски столкновений и разлива нефти. Поэтому мы призываем Еврокомиссию и Агентство по безопасности на море в первую очередь к усилению борьбы с этими судами, чтобы убедиться, что все санкции применяются на всей территории Европы. Второе – запретить опасную перегрузку с судна на судно, а также выделить дополнительные средства для быстрого реагирования, потому что каждый день задержки будет стоить миллиарды. И я говорю, конечно, только об экологической катастрофе. Сообщается, что Россия инвестировала около 9 миллиардов евро в развитие флота «Призрака», который в основном транспортирует российскую нефть из Балтийского и Черного морей в Индию, Китай и Турцию. Затем углеводороды перерабатывают на месте и, следовательно, могут поступать в Европу, не подвергаясь санкциям. Евросоюз впервые одобрил финансирование совместных закопок странами-членами вооружений, включая ракеты и боеприпасы, для последующей частичной отправки в Украину. Пять отобранных проектов реализуются в рамках механизма усиления европейской оборонной промышленности за счет общих закупок. На каждую из инициатив предусмотрены 60 миллионов евро. Общая сумма финансирования составит 300 миллионов евро, сообщили в Брюсселе. Речь идет о приобретении систем противовоздушной и противоракетной обороны, современных бронированных машин и боеприпасов. Как уточнило агентство Франспресса, задействованы будут группы стран численностью до девяти участников. Всего же к проектам подключены около 20 государств-членов. Решения направлены на устранение критических пробелов в оборонном потенциале, усугубившихся в частности в результате передачи оборонной продукции Украине. В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя Европарламенту новых назначенцев, отметила, что на посту Еврокомиссара по вопросам обороны космоса Андрюс Кубилюс будет работать над развитием Европейского оборонного союза и увеличением инвестиций в промышленные мощности. В Брюсселе надеются, что новый комиссар сможет вплотную решать проблемы, которые мешают ЕС нарастить объемы производства оружия, чтобы современно и в нужном объеме предоставлять военную помощь Украине. Европарламент проголосовал за годовую отсрочку принятия закона о борьбе с вырубкой лесов, а также за новое смягчение текста по сравнению с изначальной версией. Зеленые евродепутаты и экологические НПО подчеркивают, что это стало возможным благодаря альянсу центристов с правыми и крайне правыми партиями. Они называют решение победой лоббистов и стран-производителей. Закон должны были принять в декабре 2024 года. Изначально он замышлялся как запрет на импорт в Евросоюз товаров, производимых за счет вырубки леса. Речь прежде всего идет о какао, кофе, сое, говядине, пальмовом масле, каучуке, ценной древесине. В лагере заинтересованных стран – Бразилия, США, Малайзия и Индонезия. Они заявили, что не готовы гарантировать полную прозрачность ввозимой в ЕС продукции. В их поддержку и за подписание соглашения с Меркосур выступила Германия против европейские фермеры, заблокировавшие в конце прошлого года дороги. По данным защитников дикой природы, на долю ЕС приходится 16% обезлесения в мире. Ежегодно уничтожается более 200 тысяч гектаров, что в 20 раз превышает площадь Парижа. Сторонники отсрочки заявляют, что экологические стандарты наказывают Европу по сравнению с остальным миром. Семь крупнейших профсоюзов во Франции призвали сотрудников госсектора не выходить на работу 5 декабря в рамках общенациональной забастовки. Отмечается, что организации выразили недовольство намерениями правительства сократить финансирование госсектора в 2025 году. Госслужащие, в частности, недовольны такими мерами проекта госбюджета на 2025 год как трехдневный период для выплаты компенсаций за больничные и сокращение размера этих выплат. В распространенном в четверг заявлении профсоюза говорят, что надеются с помощью забастовки добиться выделения адекватных бюджетных ресурсов и создания рабочих мест, где это необходимо. Представленный в прошлом месяце правительством во главе с Мишелем Барнье проект бюджета предусматривает сокращение социальных расходов и привлечение 60 миллиардов евро за счет налогов. На такой шаг Франции пришлось пойти, среди прочего, из-за существенного роста дефицита бюджета. Начиная с этой недели, забастовки объявляли французские пилоты, аграрии и железнодорожники. По меньшей мере, 26 человек погибли в результате мощных авиаударов армии Израиля по Ливану. Среди них 4 фельдшера и 12 спасателей. Еще 27 человек получили ранения. По информации Аль-Джезира, удары пришлись на Бейрут, Бальбек и Набате. Разрушены десятки зданий, специалисты расчищают место происшествия от завалов. Кроме того, Израиль нанес авиаудары по столице Сирии – Дамаску. Самолеты дважды выпустили ракеты по городу, погибли 15 человек и еще 16 получили ранения, передает Ассуша этот пресс со ссылкой на Минобороны страны. Разрушены два пятиэтажных здания. По данным источника, атаки на город пришлись незадолго до того, как Алила Реджани, советник верховного лидера Ирана, должен был встретиться с представителями палестинских фракций в иранском посольстве. Между тем, Цахал заявляет, что главной целью атаки была военная инфраструктура и склады с оружием. Республиканцы получили большинство мест в палате представителей США. Благодаря победе в Аризоне и Калифорнии партии получают 218 мест из 435 в Нижней палате Конгресса. Ранее Красные отвоевали у демократов контроль над Сенатом. Таким образом, республиканцы получили полный контроль над верховным законодательным органом и закрепили свое влияние на правительство США вместе с избранным президентом Дональдом Трампом. Теперь лидеры политической силы рассчитывают на то, что им удастся перекроить государственную структуру и как можно скорее реализовать видение Трампа для страны, пишет Евроньюз. Будущий президент пообещал провести крупнейшую в истории США операцию по депортации, построить стену на границе с Мексикой, расширить налоговые льготы, повысить импортные тарифы, в особенности на товары из Китая и перестроить экономику США. Дональд Трамп выдвинул кандидатуру своего бывшего соперника по предвыборной гонке Роберта Кеннеди-младшего на пост министра здравоохранения и социальных служб США. О своем решении республиканец сообщил в социальной сети Икс. Трамп считает, что американцы слишком долго страдали от индустриального продовольственного комплекса и фармацевтических компаний, которые прибегали к обману и дезинформации в вопросах общественного здравоохранения. И Кеннеди решит эти проблемы. Еще он положит конец эпидемии хронических заболеваний в стране, а также защитит граждан от вредных химикатов, пестицидов и пищевых добавок. Отметим, Кеннеди-младшему 70 лет. Он принимал участие в президентской гонке 2024 года как независимый кандидат, но в августе вышел из нее и поддержал Трампа. Кеннеди неоднократно подвергался критике за свою позицию относительно вакцин, связывая их с ростом аутизма среди детей и обвинялся в распространении дезинформации во время пандемии COVID-19. Сам он не согласен с ярлыком антипрививочника, утверждая, что лишь требует более строгих тестов вакцин. Для того, чтобы Кеннеди-младший смог приступить к исполнению обязанностей, его кандидатуру должны одобрить в Сенате. Тысячи гектаров леса на северо-востоке США на границе штатов Нью-Йорка и Нью-Джерси охвачены огнем. Его пока не удается потушить. Пожары в этом регионе случаются редко, но из-за сильной засухи ситуация изменилась. Пожар Дженнингс-Крик охватывает границу между округом Пассейк в Нью-Джерси и округом Ориндж в Нью-Йорке. Он уже уничтожил более 2000 гектаров кустарника и густого леса около озера Гринвуд. При тушении огня погиб 18-летний пожарный волонтер. Жители этого района сравнивают пожар с разрушительными лесными пожарами, которые часто можно видеть на западном побережье США. Это было очень похоже на то, что мы видели по телевизору в Калифорнии. И я не думал, что это может произойти в Нью-Джерси. Это был пылающий ад. Страшно. Моя соседка плакала. Ей 44 года, она была напугана. Многие были напуганы. Люди, живущие в Ист-Шор-Роуд, оказались в ужасном положении. Их дома могли загореться от углей, летающих в воздухе и попадающих на крышу. Мы испугались, потому что никогда ничего подобного не видели. И это просто вышло из-под контроля. Люди были напуганы. Все мои клиенты тоже. Мы находимся прямо рядом с лесом. Пожар начался в конце прошлой недели, пока его удалось локализовать лишь наполовину. Причина возникновения пожара пока не установлена. Китай готовится отправить к орбитальной станции «Тяньгунь» грузовой космический корабль «Тяньжо-8». На борту, помимо припасов для экипажа, кирпичи из лунного грунта. Их планируют испытать в условиях открытого космоса. В случае успеха в будущем их смогут использовать для строительства лунной базы. Из чего построить базу на Луне? Китайские ученые предлагают амбициозное решение – изготавливать строительные материалы на месте, прямо из лунного грунта. Это устранило бы необходимость дорогостоящей транспортировки стройматериалов с Земли. Ученые уже создали образцы строительных элементов из грунта, ранее доставленного с естественного спутника нашей планеты. Теперь задача – проверить их в условиях космоса. «Имитация кирпичей из лунного грунта, который я держу в руках, намного прочнее, чем традиционные кирпичи, которые мы используем на Земле. И они отлично подходят для строительства будущих баз на Луне». Особая форма кирпичей позаимствована из традиционной китайской архитектуры. Здесь такой тип соединений используют уже 7 тысяч лет. Чтобы проверить, насколько кирпичи из лунного грунта устойчивы к условиям открытого космоса, их отправят на Китайскую орбитальную станцию, где подвергнут воздействию космической среды, которая имитирует условия на Луне. Образцы для испытаний изготовлены из пяти разных составов. «После испытаний образцы вернут на Землю, где мы сможем изучить их состояние и сделать итоговые выводы относительно их пригодности для строительства на Луне». Сейчас грузовой космический корабль «Тяньчжоу-8», который доставит кирпичи из лунного грунта на орбитальную станцию, уже находится на стартовой площадке космодрома Вэнчэн на юге Китая. Запуск состоится в ближайшие дни. В Шанхай запустили сервис доставки еды с помощью дронов. Услуга проходит проверку пока только в одном районе, прилегающем к центру города. Вес, который может поднять аппарат, не более 2,5 килограммов. Разработчики стартапа надеются таким образом сократить сроки доставки в плотно населенном городе. Летом этого года курьерскую службу с дронами также запустили на Великой Китайской стене в Пекине. Скорость доставки тогда удалось сократить почти в 10 раз. В Лос-Анджелесе раскрыли необычное мошенничество. Группа подозреваемых пыталась сделать вид, что их автомобиль повредил медведь и получить за это компенсацию. Чтобы создать иллюзию нападения, обвиняемые использовали костюм животного и устройство для измельчения мяса, имитирующее медвежьи когти. На кадрах с камер наблюдения видно, как медведь якобы проникает в салон авто, оставляет царапины и разрывы на кожаных сиденьях и приборной панели. Однако на самом деле это была часть хитрого плана по страховому мошенничеству. В США действительно можно застраховать автомобили от нападения животных, что часто используется в районах, где встречаются медведем. В Калифорнии такие случаи не редкость, и страховые компании порой покрывают ущерб от повреждений, вызванных дикими животными. Однако мошенники переоценили свой план, подозрения вызвали однотипные претензии, поданные в разные страховые компании с одинаковыми датами и местом происшествия. Эксперт по дикой природе после анализа видео подтвердил, что медведь на самом деле был человеком в костюме. В доме подозреваемых обнаружили сам костюм и искусственные когти. Ущерб от их действий оценивается в 142 тысячи долларов. В Швеции, ворвавшийся в салон классических автомобилей BMW, лось разбил две дорогие машины. Свидетелем инцидента стал генеральный директор компании. На глазах мужчины животное мощными ударами копыт нанесло серьезный урон недавно отреставрированному BMW, пробив переднюю панель и изуродовав капот. Не ограничившись одной целью, непрошный гость повредил еще один раритетный автомобиль. После лось спокойно вышел на улицу и скрылся в лесу. Директор салона расстроен произошедшим, но рад, что никто из людей не пострадал. На сегодня это все. Далее не пропустите новости на румынском языке с Вероникой Лешко. Сразу после передачи Дестини. Я напомню, выпуски новостей вы можете посмотреть на нашем сайте cinema1.md. Хорошего вечера и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения.